короче пир после первой брачной ночи тёлка говорит маме мамочки году моего саши на мужском половом органе есть родинка такая большая я так кайфанула мать говорит а где снова снизу или сверху англит снизу маги ага жалко и говорит было бы еще одна сверху и 2 по бокам вот кайф тут муж или читает газету и горит да вам блядям только волю дать вы из хуя блять кукурузу сделай самаркан есть такая баня она в махале находится там до обеда купаются мужики а после обеда женщины короче до 12 часов мужики искупались и вышли один мужик купается тут бабы голые заходят с корытыми все советские времена ведь мужик мужики начинает его хуярить блядь корытами горячую воду на него ли он где слепой не вижу слепой не вижу аспиратная женщина такая молодая подходит сможет на туристы только вперед его за руку и говорит вы хороший человек я смотрю давайте я проведу вас к выходу берет его за руку и ведет и туда он говорит и я так и так не вижу вы хорошие женщины давайте ботину спинку а так подумала ты не встает рака его начинать тереть и в это время у него встает он как и засадили ой ведь не ебет но я ведь не вижу в москве съедет mercedes 600 и видит один на запорожце если там такой маленький машине запорожецем нравится один ставить сигнализацию и один этот подъезжать на следующий сотый гетчо сигнализации ставить да и на такой маленький машина боишься что угонят нет это ваши угоняют а ко мне срать ходят были короче одна такая молодая красивая женщина живет с мужем пять лет вот такая красивая вот но последние полгода ничего с мужем не было никаких интимных отношений и она так думает взять муж меня разлюбил больше меня не любит видать какую-то другую нашел вот этими мыслями вдруг муж днем приходит и говорит раздевайся не может быть не уже любовь услышал мои молитвы она быстро раздевается заходит спальню голые вот он говорит вставай теперь вниз головой руки вниз головой голова вниз ноги там она такая худенькая миротирная встает на руки теперь рогат раскрой ноги а раскрывать ноги а там так это зеркало спальне вот раз она гадюху я себе взять новую позу придумал она раскрыла ноги и ждет он теперь свой подбородок ставить на ее пизду и смотрит в зеркало и говорит нет бородка мне не идет двое приходят в ресторан и заказывают официантка подходит и они спрашивают что у вас на первое она только кислые щи а на второе официантка такая молодая и когда и говорит им ой хоть сама ложись а не гид первым не надо два вторых приходит письмо кашпировскому дорогой анатолий михайлович у меня были на яйцах бородавки после первого вашего сеанса яйца исчезли бородавки остались муж приходит к врачу и говорит доктор у меня на жену не стоит доктор говорит приведи жену я продолжение осмотреть короче на другой день он приводит жену доктор говорит вы выйдете я должен ее осмотреть он вышел муж он играет раздевается она раздевается догола нагнитесь нагнулась нагнитесь раком нагнулась раком ложитесь легла боком боком этот бог поднимите ноги подняла одевайтесь позовите мужа она выходит дает муж муж заходит у тебя все нормально у меня на нее тоже не один идет такой хмурый бля домой он был у врача уролога уролога мускал пиздец все ты ипоте но тебя больше стоять не будет он идет задумывший идет и вдруг веткин китаец палочки продают такие палочки он выдай возьму пару палочек берет пару палочек приходит домой поссал потом думаю только завяжу вот эти палочки на член завязала эти палочки на член сможет хуй стоит он на этой радости идет блядский дом снимает телку приходит заходит в комнату довольно такой туда-сюда она раздевается до гола блондинка переднем у заднем от усиленной ложится на диван ждет когда он разденется он раздевается и она так с удивлением смотрит ведь видела большие видела супер большие видела маленький видел супер маленький видела с пупырышками но блять не видела чтобы хуй на носилка в пизу за носили блин это короче один бухарский парень на танцах познакомился с девушкой зашли в ресторан он поил и к нему приходит домой вот ну первая такая бы сказать ночь вот он пользует вы первые палки так она кайфанула она говорит а ты можешь еще он бы да но только одно условие лет какое ты должна держать крепко двумя руками за мой мужской половой орган за хуй прямо хорошо где-то полчаса я должен поспать хорошо он держит он спит через полчаса встает еще хуже трахает ее она кайфует а ты еще можешь когда она должна держать и вот так мы раза три она держит туда-сюда он ее трахает кто она его спрашивает скажи отчет почему я должен держать постоянно чё аэрогонные зоны у тебя там на хуй что ли не когда ты держишь я знаю что ты у меня дома ничего не пиздаешь короче одна телка приходит косметическому хирургу который делает косметические короче операции на лицо после операции и говорит доктор большое вам спасибо вы так хорошо сделали операции я очень вам довольна я очень вам благодарна только я вас об одном просила сделать немножко мне глаза удивленными они охуевшие одна девушка звонит полицию то есть в россии в милицию и говорит это милиция да срочно приезжайте мне насилуют куда уже в жопу да хоть в рот куда ехать одна девушка звонит полицию то есть в россии в милицию и говорит это милиция да срочно приезжайте мне насилуют куда уже в жопу да хоть в рот куда ехать короче один старик звонит скорую помощь те советские времена и говорит приезжайте у меня что-то старуха захворала скорую помощь приехала осмотреть старуху говорит ничем помочь не можем она умрет но есть один вариант если ты ее хорошо трахнешь то может быть жить это старик это вы знаете кто я такой нет я был телохранитель ленина ленин умер на моих руках слушай старик мы тебе сказали что делать если хочешь попробуй и уехали это старик думал думал потом идет в аптеку все советские времена берет наподобие сегодня в ягры три порции берет пьет и давай старуху трахать она орет на весь это он продолжает трахать она скрипит арена он продолжается минут 40 трата потом вырубился и уснул утром просыпается старухи нет будет старая идет и слышит кто-то поет идет близко к кухне приоткрывает дверь смотрит старуха на двух сковородках блинчики жарить при этом танцует и поет вот ёб твою мать я ведь мог ленина спаси короче один мужик живя в африке полгода едет домой и купил себе гориллу вот пока в самолете ехали две бутылки виски они выпили горилла захмелела он думать час придут домой это горилла пьяная мне жена вместе с гориллы выгонит а он стучится к соседке соседка открывать лет 75 старуха и горит он все дусь и ведь мне знаете его держу да конечно у меня как друг мы с ним выпили он немножко запьянел а где твой друг вот так его зовут гаврилла говорит они горилка гаврилка вот если у вас пересидеть до утра я утром заберу старую горчур жалко что ли пожал заходит ставить его садится с горилка тебе он идет домой жена его встретила сидят кайфуют пью все дела после этом секс и он до утра лежит и сигарет курить и думает как бы это горилла блять старуха это ничего не сделала целая ночь думать до утра 7 утра стучится в дверь старуха открывает валя губы накрашены прическа сделаны платье новое и ведь у душ как мой друг гаврилка да нормально блять пьяный пьяный блять но не снимаешь шубы всем палок в розыгры а где он до 3 до 1 зашел в узор в кухню на столе были бананы яблоки все сожрал открыл форточку по проводам на работу ушел для одна ссылка приходит в магазин porsche и говорит мне пожалуйста porsche глядом какой конверты был такой об это дорого стоит полмиллиона долларов сюда на чек выписывает проверяют чек прошел берет машину двуздверную уезжает и через неделю приезжает у меня проблема какая я когда одна еду машину нормально все а когда кто-то со мной сидит я чувствую что в машине воняет не знаю почему они проверяют всю машину ничего не нашли потом один из продавцов говорит давайте я с вами проеду она за рулем рядом сидит я на скорость 180 километров в час хуярит светофор краса не останавливает по пешеходы проедет там едет не останавливать проезжает это сидит как космонавта так сидит рядом здесь и теперь и она говорит масса раль через 10 минут и говорит вот вы чувствуете что воняет я ведь не чувствую я в нем сижу короче гаишник ничего не заработал в ташкенте злой стоит и тут ей пожилой узбек на ишаке он его останавливает где ты превысил скорость на ишаке этот пожилой узбек как я могу превысить скорость когда я его бью вот этой палки чтоб он двигался он вообще не двигается этот гаишник как ты можешь бить ишака вот этой палки это ведь маленькие наши братья ну-ка слезай с ишака и проси извинений у ишака это пожилой узбек еле-еле сходится ишака встает на колени и говорит извини меня еще я не знал что у тебя старший брат в гаи работа муж приходит с бани домой сауны и говорит жене ой говорит дорогая я такой в бане видел в сауне это уму непостижимо она и так его обняла чего-то видел дорогой я видел одного мужчины на мужском половом органе тату ровка написано владивосток мне так она понравилась я себе тоже такую сделаю жена г ты чё баран что ли у тебя уфа хуй поместится в короче трое едут на мотоцикле ну вообще-то мотоцикл помещается двое но они сели трое едут едут морю и тут 2 этому говорит б б б б б б б б б все площадь строительом б 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 налейlime стамб Guy б 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 больше back 하는데 пере упал короче утром завтала мама папа и двое50 словей одному сына 3 года второму 5 лет и теперь мама смотрит на папу ему моргает и говорит что-то у меня аппетита нет я пойду в спальню папа доел и пошел за мамой теперь старший брат говорит младшему иди посмотри в чем дело хорошо маленький сынички поднимается значит практически поднимается и видеть такую картину что папа с мамой занимается сексом он спускается быстро вниз и начинает бисер бисер кушать брат где чё ты быстро кушать в чем дело да там говорит кто не доедает папа в жопу и бергет трое пошли на охоту за что пришел русский татарин и самаркандский бухарский еврей но они заблудились на охоте их поймали амазонки лесбиянки голые все бабы и говорят им так мы всех мужиков кассиры они как мы заблудились мы не хотели кого не касается 1 1 заводит и кто г я хирург заводит его кассирует орёт по всю его кассиры 2 ты кто татарь откуда с башкирии его тоже заводят тоже кассиры вот еще хуже орёт сперва этого спрашивает тебе мы тоже кассиры он говорит нет почему я хочу знать чем вы кассирируете мы как кассирируем тем инструментом кто на гражданке кем работал первый был хирург мы его скальпелем хуйнули второй был слесарь моего ножовкой этот самаркандский бухарский еврей начал вовсю смеяться эти бляди ты чё смеешь но бы всю жизнь мороженое продавал заебется слизывать короче во франции утром заходит пять человек пить чай кто значит американец француз русский китайцы еврей заказали чай принесли чай и в каждом стакане плавала муха американец позвал официанта и выплеснул ему чай в лицо француз вежливо попросил заменить чай русский вынул муху выпил чай китайцы выпил чай закусил мухой еврей вылил чай продал муху китайцы маленький сынок придя из детсада говорит папа я хочу рассказать тебе стишок ой молодец сыну три года но при этом ты должен хлопать в ладошки хорошо мой сынок нет проблем короче он стоит на стул и он начинает стих этот маленький пальмальчик заебали комары заебали мошки а какой-то пидорас хлопает в ладошки жена говорит мужу он придет с работы говорит ему дорогой у нас это лампочек перегорела может и заменить муж говорит а я тебе чё электрик что ли на другой день приходит она горит вас у нас горит кран течет может поменяешь я тебе чё сантехник что ли на другой день приходит вася все сделано кто сделал сосед да ты чё да и чё ты ему дала он мне сказал или споешь или дашь ну и чё ты ему спела а я тебе чё певица что ли те советские времена папа мама и маленький сынок вовочка получает квартиру в москве на арбате и они пошли смотреть эту квартиру короче поднимается шестой этаж вот заходит красавица квартира и теперь папа говорит так здесь в зале я поставлю водить телевизор здесь поставлю сервант здесь и столик здесь диван вовочка говорит а вот здесь бы в углу я бы захуячил полочку папа его бьет по жопе и говорит понял да чё ты понял что полочка там нахуй не нужна два друга встречается один втором и говорит скажи мне твоей тёщи по какой части работы по медицинской терапевт не пиявка кровь снатью короче молодая девочка забеременела и 16 лет и говорит папе папа я вот забеременела но он на мне не может жениться так как у него есть жена и двое детей да ей вот топором разрублю он сейчас папа приедет с тобой будет говорить короче приезжать на porsche один мужик весь навороченный выходит крокодиловые сапоги часы rolex такая золотая цепь большая в общем одет от иду он заходит комнату садятся и теперь говорит я знаю я было дело с вашей дочкой но я не могу на ней жениться но есть и говорит она родит я знаю что она беременела если она родит сына я ей дают 20 миллион долларов подарок два завода и пожизненную пенсию если родится дочь я и даю 10 миллион долларов подарок и один завод и пожизненную пенсию а если будет выкидыш пахан и и говорит ну ты еще раз страх не короче один мужик летит на самолете он часто летал и другим подеспечило пойти в туалет идет в туалет а там заняты идет туалет снова занята уже не может у него хочет по большому зайти живот крутить не может ничего делать на одной ноге уже трясется и тут стюардесса увидев его говорит да я вижу вам очень тяжело я как сейчас взорвусь но я вам горит помогу а как возле кабины пилота есть женский туалет там свободно но я вас убедительно прошу там есть четыре кнопки ни на одну не из них не нажимаете это женский туалет и говорит какие кнопки там есть тв гв пп out он идет свое дело сделала все хочет стать и вот эти кнопки на него смотрят чего может быть это было не было нажму первую кнопку нажимать тв и чё ты думаешь пожелать теплая вода и осушил ему задний мозг обмыло бог мулять бабы живут а кайфуют ведь они гв думать что такое нажимает гв пошел горячий воздух я осушил ему задним двое вот бабы кайфую до пп чё может быть пп нажимает перевод пп ему делать порошковую присыпку из детской пудры там он вообще улетел думать а учет такое нажимает а вот через три дня в больнице весь перевязан лежит вот и кричит я чё здесь делаю в самолете летел орёт тут медсестра приходит для чего вы орёте вы самолете летели до четыре кнопки там было до вам говорили не нажимать до 3 нажали было хорошо да а вот 4 не надо было нажимать а вот значит переводом нет автоматическое удаление тампона ваш хуй под подушкой говорит один мужик с колхоза гуляет с гусем на поводке на красной площади во все стороны с море туда-сюда с колхоза кишла что вот у как красиво голуби там гуляю все дела и тут к нему подходит милиционер и говорит вы не имеете гулять с гусем здесь по красной площади мы почему не имеете право гулять он ведь почему ваш гусь гадит он ведь посмотри сколько голубей все гадят милиционер гейт стоп голубь символ мира этот колхозничек гадным буду если мой гус хочет войны короче одна тёлка едет в москву учиться она такая красивая была передний мост задний мост усиленный вот ноги от ушей растут из деревни права и теперь мама играет доченька если кто-то захочет тебя трахнуть скажи что там огонь поняла доченька дома короче она уезжает через три месяца приезжает на каникулы и мама спрашивает ну доченька кто-то хотел тебя трахнуть да мама я сказал там огонь трое сразу отошли а четвертый сказал мне из колбаска давай пожарим а ты чё ну мы жарили минут десять-пятнадцать жарили жарили потом он ее вытащил и попросил мне попробовать я попробовала игру сырая он говорит разворачивайся раком в духовке дожарим муж жене говорит дорогая посмотри на себе как ты растолстела жена ты посмотри на себя какой живот отъел посмотри муж говорит это не живот это холм славы жена да а под ним павший воин те советские времена мужик приходит в элитный публичный дом но снимает селку все дела она занимается сексом и вдруг их милиции окружает и заходит туда всех выстроили у первые эти проститутки спрашивают ли кто проститутка нет а чего вы здесь делаете я делаю маникюр хорошо сторону вторую спрашиваю проститутку нет а что вы здесь делать я поддикюр делаю хорошо 3 спрашивают вы проститутка нет отчего сделать массаж делаю тут это мужик стоит и посмотри на этих людей сейчас окажется что проститутка это я жена мужу говорить дорогой и не находит что огуречная маска что я ставлю себе на лицо очень улучшает мой внешний вид да дорогая только не пойму 1 почему ты и снимаешь все советские времена один алкаш рыбачить и поймал золотую рыбку и золотая рыбка ему говорит я исполню твое одно желание какой ты хочешь это алкаш долго не думать я хочу чтобы когда я писал водка шла эта рыбка горит имеешь он берет стакан наливает пьет сможет водка в натуре он отпускает рыбку и кайфует ходит недели две по кайфу чему завидую все алкаши и один через две недели подходит не могут вася честно скажи где бен деньги берешь на водку он ведь никому не говори ты не поверишь когда я писаю водка идет он берет стакан отливает не чтобы ему этому алкашу дать он сам пьет он ведь понюхай стакану тот нюхают натуре водки отлей мне тоже пожалуйста он ему отливать хочет не идет не идет и все там это молкошу говорит за еще пей прям с горла максим галкина рыбалки рыбу ловит и поймал золотую рыбку и золотая рыбка ему говорит иди иди у твоей старухи уже все есть один проект говорит тёлки гид девушка вы водку будете да вы что я вообще в рот не беру это конечно очень жаль но проводку мне так и не ответили софия ротара живет напротив аллы пугачёвой это тогда еще те времена и как-то софия ротару вид из аллы пугачёвы дома выходит священник ого думает все что-то случилось там и она звонит всем говорит алла пугачёва умерла да и эти слухи доходы филипп келькорова он звонит аллы и говорит она поднимает телефон филипп ты живая дачу такое да нет это софия ротара объявила что ты умерла от своего дома священник выходы я это сервис покажу берет телефон набирает это софию ротару и звонит и говорит ты чё стерва мне везде сказал что я умерла она говорит я сама видел как своего дома священник выходил алла пугачёва я своего дома каждый день по 5-6 солдатам вижу что выходит я ведь не кричусь что война начала две женщины бальзакского возраста за пятьдесятым уже они встретились на площадке 1 2 г мань как жизнь ой не спрашивай что-то у меня голова болит давление скачет сердце колит ноги не ходят 2 чё ты мне гони 9 вчера видел как это вася выходил позавчера пейте 3 дня на какой-то полковник выходил а ночью говорит надо живут люди один орган здоровый это все завидуют два друга идут на охоту ну охотиться и вдруг один нечаянному выстрел дробью прямо в его мужское достоинство он схватился и бежит хирургу после операции хирурга ему говорит я сделал все что смог вот моя говорит карточка моего брата обращайтесь к нему а вот этот пациент говорит этот больной говорит ваш брат тоже хирург нет он флейтист а зачем им не флейтист он вам покажет как правильно ставить пальцы когда вы будете писать что вам глаза моча не брызгала бы знаешь как летит я когда напьюсь никого не боюсь ведь даже жены ну до такой степени я еще ни разу не напивался короче в ресторан приходит проверка хелдепарт но как мы в россии говорят медосмотр ресторан смотри как там все нормально не нормально вот ну а смотри все это хозяин был еврея дает ресторана этот не знаю чего найти чистота все нормально как здесь и теперь он не знаете чего доебаться говорит этому хозяину ресторан вот слушай вот у вас вот эти крошки от хлеба чего вы делаете с ними а мы собираем их вот в пакете отсылаем мангеттен нью-йорк и нам присылает на другой день целые буханки хорошо а вот вы евреи когда вот мы кушаете мацу на пасху да чего вы делаете с этими крошками мы также собираем пакет отсылаем мангеттен в нью-йорк и нам присылают на другой день готовый мацот хорошо а вот один деликатный вопрос вот вы евреи делайте обрезание когда семь дней мальчику да чего вы делать там вот кусочек когда отрезается мы также собираем пакет отсылаем мангеттен и нам присылает таких хуесосов как ты можем два хуя встречается в ванне один молодой только женился а второй старый теперь молодой спрашивают старый как дела у меня это стабильный два раза неделю я отдыхаю а у тебя как дела спрашивает старый молодой не говори замучился утром вечером ночью в обед ой говорит не могу голова трещит вовсю старый человек говорит а ты пробовал не вставать пробовал чуть не сожрали бля значит 25 космонатов полетели в космос кто полетел два грузины для открытия магазина два армяна для открытия ресторана 2 узбекские нации для скупеляции 2 еврейские нации для махинации 4 ивана для выполнения плана 12 блядей для обслуживания этих людей и один мудак полетел просто так трое попали на необитаемый остров кто кто попал грузин русский еврей не день сидят два-три недели голодный холодный теперь грузинка чё будем делать евреи я не знаю грузинга давай будем резать одну часть тела и будем кушать вот давай гаде вред себя и начинает грузин режет ногу целую неделю кушают через неделю русские режут руку по и целую неделю кушают пусть на очередь еврея он вытаскивает свой мужской половой орган ставить на стол это русский сегодня колбасочка еврейчик говорит по кефирчику и спать дорогие девочки если ваш парень говоришь чтобы в постели вы как бревно скажите пусть этот дятел ищет другое дупло короче два наркомана обкурились в сашкенте и сидят возле речки салары кайфуются и тут подъезжает джип и говорит ребятишки где здесь можно проехать на тот берег что было мелко а эти плавановые такие откурены вот здесь прям не ездить мелко короче тот разогнался и едет и на пол дороги утонул еле выходит живой оттуда прибегает нет или пидарасы мне обманули да клянусь тебе гады будем сейчас утки по пояс проплывали бля вовочка не может сдать экзамен на уроке да и теперь мария иванова говорит вовочка тебе ставлю 2 эти все советские времена подождите мария ивановна если я себе здесь укушу вы мне три поставить он как ты можешь здесь тебя укусить но если укушу в не 3 поставить дави пасса и он как-то умудрился укусил среди здесь она охуела ставить 3 подождите марина счетов если себе зажег кружу вы мне 4 поставить как ты можешь за жопу упустить себя но если да поставлю о как к собаку уловчился и как-то упустил себя за жопу она охуела 400 подождите марина чё еще вы не поверите а те советские времена кока-колы был дефицит у меня когда я писаю кока-кола идет да ну на откройте ротик если кока-колу пойдет 5 поставить да а народ открыл он писи потом накричит нет матча 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 ангид ладо ставьте 4 короче батюшка читает лекцию скажите что самая легкая жизнь сидит семинаре ребята ну 15-16 лет понимаю чем чему и один из них встает и говорит я сам я считаю самое легкое в жизни это хуй это говорит батюшка почему этот парень отвечает он от одной мысли может подняться правильно садись 5 теперь батюшка продолжает а кто мне скажет что самое тяжелое снова этот пацан встает и я считаю тоже это хуй почему если он не захочет всеми руку его подымешь молодец 5 а кто мне скажет снова этот пацан встает нет ты сиди а то ты всю мою философию на хуй переведешь москве 1 спрашивает слушай если говорит придет конец света что ты будешь делать мы в россии он сюда не придет он отсюда выйдет существует мнение что болезни всего из 2 хуйня и пиздец хуйня сама проходит а пиздец вообще не лечится короче идет моряк по пляжу и вид красивая такая телка лежит передний мост усиленный задний тоже ноги от ушей растут в общем все при ней и говорит о к этому бы берегу я пришвартовался а на него так смотрит нет не пойдет и тут идет летчик и говорит о на этом бы аэродроме бы я приземлился а на него смотрит нет не пойдет и тут идет шофер здоровый такой бик и говорит ого на этом автодроме боя круга три сделал бы она него смотрит красивая такая телка идем ко мне приходит домой к ней она накрывает поляну сидят кайфуют и теперь я сейчас подойду приходит в туники голая а этот мужик засыпает этот шофер она не будет виталя ты мне труд три круга обещал сделать ангет когда выпью за руль не сажусь старый генерал приходит в элитный публичный дом снимает ссылку заходит ком это лег разделался и теперь эта телка молодая делает ему минет полчаса час-полтора там эти телка надоела сосаде гет товарищ генерал он ведь у вас не стоит а он не должен стоять он должен блестеть короче один был скрипач скрипка играть усилий скрипать был все на него шли аршлаг людей море бля бабки сделает от и док каждый концерт большие деньги и как-то он едет на машину mercedes у него марселизма колесо поломался и он пока это открыл колесо от злости бьет и пар палец попал а этот палец руководящий палец в этом на скрипке вот так понимаешь и вот так он стал вот так стал он его лечит месяц два три полгода год все деньги сожрал для нищий стал не можете град на скрипке чем так жить пойду себе с двадцатого этажа брошу куда и пиздец идет на двадцатый этаж пешком продлевает себе жизнь залез на двадцатый этаж залез на окно сможет яблоко стоит думать дай пожиру перед смертью живет яблок из морда вниз смотрит один там без рук две руки нет танцует я хочу из-за этим пальцем убить этот пидорас за без двух рук танцует я должен узнать почему спускается вниз он до сих пор танцует ты чё танцуешь мне вот этот палец я хочу себе убить а ты бляд без двух рук танцует он где не танцую я жопу хочу почесать короче маленькая девочка забегает спальню к родителям и видеть такую картину что мама сидит в голом виде на папе и короче занимается любовью она так говорит мама ты чё делаешь мама так засмущалась и говорит ты знаешь доченька я делаю специальный массаж папе чтобы у него живот уменьшился доченька это все ерунда мама когда ты уходишь на работу приходит соседка ему надувает его обратно короче ташкент приезжает сильный боксер мэй ведер вот и стадион пахтакор забит полностью да и теперь он час до боя выходит боксовать грушу и против него которого поставили увидев это как не этом не убьет а чё делать чё делать идут на базар смотрит один какой-то кишлаки сайт узбек вот здоровый такой мясник ему говорят подходит и говорит ты хочешь полмиллиона долларов заработать а как ты должен один раунд просто с мэй ведером он кто такой да боксер простою вот полмиллиона долларов хорошо короче бой начался дмэй ведер начинает его метелить правый а приход правый левый о в общем пьет тот выдержал просоял ему дают полмиллиона год будет миллион если еще выдержать она хорошо от вместе говорит простою и он снова дмэй ведер бьет бьет во все он как шкаф такой здоровый это мясник выдержал теперь вот миллион тебе водит 2 миллиона если еще один раунд просто и этот месяц не горит не могу больше но почему сейчас я его уже буду пиздить одна тёлка устраивается в элитный публичный дом или ты знаешь что вели хай-класс приходит блондинка передний мост усиленный задний тоже ноги от ушей растут бля блондинка бандыша осмотрев ее гордо красивая а чё ты можешь делать я ведь могу делать четыре вида особенного минета это банда все гай у меня любая кисла что сработает 400 видов знает вы мне не поняли четыре беды которые я знаю никто кроме меня не знаю чангет проверим видите приходит охранник два метра здоровый проверю в комнату заходит проходит полчаса час полтора вити нету вот два часа вити нет два с половиной часа вити нет ее три часа проходит добиться не выходит выползает были еле живой а чё случилось блять сколько видел ну такого не видал первый вид называется фантомас обычно у русских головка не резана она берет головку в рот а шкуру от головки натягивает на рожу в таком виде где кончал а второй вид как назвать второе вид называется блять очки она говорит берет в рот головку в рот а яйца натягивает на уши вот так я кончал а третий вид третий вид называется самолет она берет головку в рот до конца этому час проглотит а яйца развлекает как крылья на самолете а четвертый вид а четвертый вид уже у меня сил не было но она сказала четвертый вид называется фантомас в очках на самолете заходит красивый молодая такая тёлка передний мозг задний мозг усилий ноги от души растут церкви и смотрит там этот святой отец на алтаре библию и читай она так кофточку раздевает и говорит святой отец я хочу тебя он на нее так посмотрим уйди грешная она раздевает ноги и говорит святой отец возьми меня пути грешный это ведь храм божий ты чё говори она раздвигает ноги игорь святой отец войди в меня святой отец поверачиваться к иисусу о боже спаси меня иисус срывая из креста кричит вовсю пусти меня приходит арабский мальчик в иерусалиме в школу первый раз первый класс учитель смотрит не наш мир и тебе как зовут он ведь мухаммед ты как попал сюда он да папа и мама сказали с хорошей школы мне здесь записать он говорит мухаммед здесь все евреи те могут побить давайте назовем давидом хорошо целый день его давид давидом вечером домой приходит по ханам говорит мухаммед дай мне стакан воды мухаммед молчит папа ему снова дай мне воды мухаммед а молчит мама гать мухаммед дай папе воде мне сейчас не зовут мухаммед а как тебе зовут сразу не твоем скачение мама по мне сейчас зовут давидом так его отпиздили он утром приходит вот такие фонари учить справить давид кто-то так избил да раз вчера два араба налетели отхуярыли зимой зимой обычно медведи спят они лапу сосут они нашли берлогу и стучат стучат 1 2 года нет его там да кому надо его разбудить один берет виллы такие белый зай и давай охуярит берлогу и тут медведь вскакивает два метра ростом галя и за ними они руки многие убегают виллу шкуру попали кровь идет он рычит орёт хочет сожрать тобой они убегают он за ними один кричит о мне догоняет чего делать вот дерево залезай на дерево это на дерево этот напротив залез на дерево а этот медведь внизу рычит орёт хочет их сожрать кровь идет и теперь один втором год как ты думаешь это туша за вами залезет там нахуй залезть с такой туши и вдруг это медведь понял что ли и за одним из них начал лезть вот он ведь лезет а у того винтовка блок ты знаешь какой ведь стрелок снимать винтовку со спины и к часа ему яйцо за хуя и стрелять прям в яйцо все брызги во все сторону этот медведь еще хуже зарычал и продолжает лезть сейчас глядя ему будет нет не стреляй ему стреляй ему я по глазам вижу сюда не ебаться летит одна тёлка приходит в москве на птичий базар и видит там какой красивый попугайчик она к ним подходит какой красивый попугайчик а ты говорить ты умеешь попугай возьми доска ли да блять умею она смотрит на него смотрит на хозяина это попугая хозяин гид если вы нормальный покупатель он сейчас будет говорить ровно хорошо он берет его этого пугает подсобку кипятит воду наливает воду в газе этого пугай опускает головой вниз через две минуты его вытаскивать попугайкает с хозяин больше мне толкай в эту воду я буду говорить ровно хорошо вытаскивать и говорит и бабе сейчас можете с ней говорить она такая красивая это баба передним у заднему с усиленной ноги от ушей растут и он начинает с ней разговаривать она ему говорит если я приду с мужиком домой чё ты скажешь я скажу пришла госпожа сказку с господин а ум если двумя господами двумя мужиками я скажу что пришла госпожа с двумя господами он мне это больше нравится она если приду строим и мужиками этот пугай смотрит на нее смотрит на хозяина и говорит хозяин кипяти воду она в натуре короче солдат в армии 90-е годы закончил армии ей домой из сибири и опоздал на пояс вечер уже ночь думать куда идти а там по одну сторону продают старухи пирожки по вторую сторону продавить семечки он как-то старуху подходит почем семечки рубль стакан даги рубль дает берет стакан 7 и грызет возле нее от старуха лет 75 не сынок чего чего делаешь гуляю муж ко мне пойдем пойдем а ему надо перекантовать ночь завтра у него поезд пойдем приходится старуха накрывает стол что запасы есть свинина коры коньяк виски там спирт самогон сидят кайфуют блять и тут старуха захмелела игорь сынок 40 лет мужика не видел чего будет если ты со мной переспишь а этот молодой парень 20 до ты чё старуха мне палка 100 рублей стоит она ведь плачу как рубль семечки 100 рублей за палку для души хочу говорить хорошо ну этот здоровый такой солдат до утра семь палок бросает утром это старуха от такого кайфа ему до 700 рублей и 100 рублей чаевые дают тип 100 рублей он берет деньги и говорит старуха деньги то старуха деньги а чё ты сынок хотел за старую пизду новыми деньги амбарти